Издательство Эксмо. Наталья Александрова. Секрет золотой карусели. А вот тут Маруся была когда-то пирожковая. Я огляделась и не нашла и следа былой закусочной. Вместо нее был теперь салон мобильной связи. А здесь магазин канцтоваров. Очень удобно. Идешь из школы, если тетрадки нужны, или ручка шариковая, или карандаш с резинкой, то вот тут все рядом. Ага, было рядом. А теперь нет. Потому что вместо канцелярского магазина в том самом месте был секс-шоп. Вот прямо рядом со школой. Совсем одурели они, что ли? Дети же мимо ходят. Маруся посмотрела на меня с легким недоумением и, кажется, даже пожала плечами. Ну, я вздохнула. Неудивительно, что все изменилось. Все-таки 20 лет прошло. Пойдем дальше. Я покажу тебе мою школу. Между прочим, 10 лет там отучилась. Мы завернули за угол. И тут я встала как вкопанная. Потому что здания школы не было. Не было футбольного поля перед входом. Не было пары скамеек, где сидели мы в теплую погоду, готовясь к экзаменам. Не было дырки в заборе, от которой шла тропинка ко входу в школу. И сам забор тоже отсутствовал. То есть забор был, только не такая старая заржавленная решетка, в которой предприимчивые школьники проделывали дырки для удобства передвижения. Теперь это был сплошной забор из одинаковых бетонных секций, покрашенных в васильковый цвет. Причем, судя по сизому оттенку и пятнам, покрашен забор был очень давно. Маруся подбежала к забору и попыталась заглянуть в щель. Потом посмотрела на меня, теперь уже не с удивлением, а с обидой. Мол, все время ты меня обманываешь. Нет же здесь никакой школы. Школы — это когда шум, гам, дети бегают, звонок звенит. А тут только большая яма, водой наполненная, и мусор всякий. Точно. Вместо здания школы был огромный котлован. Причем, судя по горам постороннего мусора, его вырыли очень давно, да так и оставили. Мы обогнули забор и увидели ворота, закрытые на тяжелую заржавленную цепь. На воротах висел выгоревший щит, где написано было, что там, за забором, осуществляется строительство детского спортивно-развлекательного центра с указанием, что работы должны были завершиться три года назад. «Но тут точно раньше была моя школа». Маруся в ответ столько недоверчиво фыркнула, а я развернулась и пошла дальше, не оглядываясь. Я ведь не вру, просто очень давно не была в этом районе. Через три минуты Маруся догнала меня и легонько тронула за руку, извиняясь. «Ладно уж, не будем ссориться». И мы бодро припустили к скверу. Раньше за сквером был пустырь, где организовалась несанкционированная собачья площадка. А с другой стороны, сквер вплотную подступал к зданию художественной школы, куда я ходила целых пять лет. Но рассказывать про это Маруся я не стала, поскольку, кто знает, может, и художки тоже уже нет, и Маруська будет надо мной смеяться. Сквер был. Точнее, не сквер, а целый парк, потому что к нему присоединили тот самый пустырь. Засадили его кустами и сделали на нем шикарную детскую площадку и огромную клумбу. Сейчас, по осеннему времени, клумба была закрыта еловыми ветками. Не иначе по весне вылезут тюльпаны и нарциссы. На детской площадке сидели две мамы с колясками. В песочнице ползал симпатичный карапуз в розовой шапочке с помпоном. Маруся очень любит общаться с детьми, но вот взрослые реагируют на нее не всегда адекватно. «Туда нельзя», — сказала я Маруся, и она погрустнела. «Мы пошли прямо по газонам, усеянным желтыми и красными кленовыми листьями. Клены были те же самые, но как же они выросли за 20 лет?» Маруся оживилась и побежала вперед. «Только не убегай далеко», — крикнула я и огляделась. «Где-то здесь, в этом углу парка, было место, куда мы, ученики художественной школы, приходили на этюды. На самом деле это были такие же занятия, только в теплую погоду на улице. Сейчас та поляна, где сидели мы на складных стульях, заросла густыми кустами шиповника, и там, в кустах, было заметно какое-то шевеление. «Маруся, ты где?» — крикнула я, обогнула кусты и увидела такую картину. На складном стуле сидел мужчина в теплой куртке с капюшоном. Перед ним стоял мольберт. Рукой с кистью мужчина отбивался от моей красавицы. «Маруся, мой золотистый ретривер, очень красивая, но не в меру любопытная». Ей все интересно, поэтому ей нужно не только посмотреть, но и потрогать носом или лапами. Обычно люди относятся к ней с пониманием, но в данном случае она пыталась опрокинуть этюдник. Так что в сердито-мокрике мужчины был свой резон. «Маруся, немедленно перестань». Я подбежала к мужчине и схватила эту хулиганку за ошейник. «Вы извините, она не хотела ничего плохого, просто посмотреть», — заговорила я. «Да я вообще-то собак не боюсь», — ответил он, только вот краски размазала. «Вот видишь, что ты наделала? Испортила картину». Не на шутку рассердилась я. «Да это еще не картина». Мужчина рассмеялся, потом повернулся ко мне, и тут лицо его переменилось. На нем проступило странное выражение. «Катя?» — неуверенно спросил он. «Катя Платицына?» Я вздрогнула, услышав от постороннего человека мое имя и фамилию. Точнее, фамилия-то была моя, но прежняя. Уже лет пятнадцать, как я ношу другую. Ага, как раз завтра будет пятнадцать лет. А я и забыла. И все забыли. Ну, теперь это неважно. Я внимательно всмотрелась в лицо мужчины. Обычное лицо, красное от ветра, а брови светлые, выгоревшие. Возраст примерно как мой. Ну да, раз он меня помнит по старой фамилии, стало быть, мы с ним в школе учились. Судя по Мольберту, в художественной школе. Вот в этой вот самой. Не узнаешь меня. Расстроился мужчина. А если так? Он встал и откинул капюшон куртки. Эти волосы, как у рассерженного ежа иголки, я не могла не узнать. Бобрик!